Это Кубок Чемпионов 1 на 1. 16 лучших нападающих в мире будут соревноваться за этот трофей. И после проведения жеребьевки определились пары 1-8 финала. Сейчас вы видите турнирную сетку, где представлены все игроки, которые будут участвовать в этом кубке. И первыми на поле выйдут Мо Салах и Садио Мане. Два бывших одноклубника. И Салах без особых проблем открывает счет ударом в ближнюю девятку. Мане ему отвечает таким же примерно ударом. Мо Салах попробовал пробить и с центра поля попал в перекладину. А вот Садио Мане упускает момент слабо низом пробив в угол ворот. Но почти тут же реабилитируется мощнейшим ударом, поразив девятку ворот. Мане запутывал Салаха, развернулся на 360 и пробил ворота. Салах пытается отыграть мощнейший удар с центра поля, но нет. Зато Мане легко это делает, увеличивая свое преимущество до трех мячей. И под конец встречи Салах немножечко сокращает счет. Следующая пара это Чиро Иммобили и Лоутаро Мартинес. Два форварда играющих в серии А. И Иммобили сразу начал бить поворотом, но в этот раз он забить не смог. Ну а первым в этой встрече вышел вперед Лоутаро. Но почти сразу же Чиро сравнивает счет. А потом и дальним ударом выходит вперед. Лоутаро уходит на правый фланг и удар достаточно с острого угла сравнивает счет. Иммобили рвется в бой, вратарь парирует дальний удар. Еще удар головой и от борт отлетает опять на Чиро. 3-2 Иммобили повел. Опять удар в ближний угол, 4-2. А тут уже Чиро не догоняет Мартинеса и тот сокращает до одного мяча. Жесткая борьба на фланге игрок Лацо опять восстанавливает преимущество в два мяча. Последние 15 секунд встречи и этот гол не оставляет шансов Лоутаро. 6-3 уверенная победа Иммобили. А впереди у нас мадридское дерби. И говоря мадридское дерби я подразумеваю двух игроков Реала. Это Венисиус Джуниор и Карим Бензема. На стороне Бензема удары и корпус. А вот на стороне Венисиуса скорость и ловкость. И первым в атаку идет Винни, удар попадания в штангу и легенький такой закат. Галкипер ошибается с передачи, легкий второй мяч. Венисиус бьет издалека, а голкипер парирует. Очередная ошибка вратаря, который пользуется Карим и сокращает до одного мяча. 1-1 по ошибкам. Венисиус останавливает мяч, дальний удар вместе с Куртуа, мяч залетает в ворота. И Карим почти таким же ударом забивает. Венисиус сближается и мощнейший удар от перекладины забивает. Так и заканчивается встреча. 4-2 Венисиус побеждает. Следующая пара это Криштиану Роналду и Кристофер Нкунку. Галкиперу Роналду получает мяч, начинает выделываться и Нкунку его наказывает за это 1-0. Но Рону не нужно много времени, чтобы расстраиваться, он сравнивает счет. Пока что Нкунку не дает Рону выйти вперед. Роналду дальний удар, ой-ой-ой, еще и низом голкипер пропускает. Нкунку тоже точен почти с центра поля. Так, Гулачи сейчас что-то намудрит, естественно, и Роналду сравнивает счет. 1-1 по косякам голкиперов. Удар от француза, каркас ворот трещит по швам. И вот уже Роналду выходит в атаку и наконец-то он повел в счете. Так и заканчивается встреча. С минимальным перевесом Роналду выигрывает со счетом 4-3. Нас ожидает следующая пара, это Харрикейн из Тоттенхэма и Паула Дибала из Ромы. Первый же удар Кейна и ворота ходуном ходят. Второй удар Кейна уже голкипер спасает. Ну и здесь вратарь что-то исполнил, Дибала выходит вперед. Незаслуженно. И во второй половине Харрикейн уже слабеньким ударом сравнивает счет. А вот теперь мощнейший удар с острого угла и он уже повел. Выход 1-1, ооо, еле закатился. В два мяча отрыв. В три мяча отрыв Харрикейн. Он никак не может успокоиться, ой, если бы не вратарь. Еще добивание и опять вратарь. А вот и Дибала наконец-то начал забивать. 4-2. Он что, решил камбэкнуть? 4-3. И еще одна была возможность. Да, это камбэк. 4-4 Паула Дибала. Осталось 5 секунд времени. Харрикейн сближается, катнул мяч и тут вратарь запорол. Запорол игру для Дибалы. 5-4, Харрикейн идет дальше. Следующая пара, это два игрока из Париса Энджермен. Это Неймар и Месси. Два друга встретились в одной восьмой финала. И Месси сразу же взялся за дело радугой, но тут вратарь затащил. Ответка Неймара тоже вратарь на месте. 1-1 по моментам. Неймар катнул мяч вперед и дальний удар 1-0. И Месси с Шведой отвечают Неймару на его гол. Неймар борется с Месси. Удар вратарь тащит. Добивание. Еще одно спасение. Тут уже цирк какой-то с конями начался. Повезло, что Неймар не первый оказался на мяче. Но что, Запорол сам себе гол привез. Неймар повел. Еще один мощнейший удар от Неймара уже в два мяча отрыв. Месси расчехляет свою левую каркас ворот. В этот раз он более точен. 3-2 сокращает счет. Но Неймар не дает ему сравняться. Отрыв вновь в два мяча. А Месси решил все штанги собрать своей левой. В отличие от него Неймар реализует свои моменты. Счет 5-2. Мощнейший удар Шведой. Неймар смещается в центр и отвечает ему также Шведой. И счет 6-3. Неймар без особых усилий одерживает верх над Месси. А у нас следующая пара. Роберт Ливандовский против Эрлинга Холланда. Две бывшие суперзвезды Дортмундской Баруси. Холланд сближается с голкипером. Первый мяч за ним. Вторая половина встречи удваивает преимущество Холланд. Но Ливандовский не сдается, сокращает, сокращает отрыв. Холланд пушка страшная в ближний угол. А Лева зато пушка точная. Отрыв в один мяч. Холланд бьет и не промахивается. Сохраняет преимущество в два мяча. Ливандовский в атаке. Ой, какое красивое исполнение. 4-3 сокращает счет. Это самый красивый гол турнира пока что. Голкипер опять заруинил Холланд. Ливандовский не отпускает в отрыв Холланда. 5-4. А Эрлингу много думать не надо. Удар с центра поля и опять гол. 18 секунд до конца. Все. Ливандовский без шансов проигрывает. Несмотря на еще один забитый гол. Общий счет 7-5. Пока что это рекорд по забитым мячам. Заключительная встреча 1-8 финала. Киллиан Бапе против Хион Минсона. Первый удар за Киллианом. В штангу попадает. Сон отыгрывает на вратаря. Вратарь пытается его отпустить дальше. Но Мбапе перехватывает 1-0. Сон тоже попадает в штангу. И тоже добивает мяч. 1-1. А вот уже и Сон выходит вперед. Киллиан сближается с голкипером. Ой, катнул легонечко и забил. 2-2. Сон на правом фланге. Мощнейший удар в ближний угол. 3-2 выходит вперед. Бапе сразу же сравнивает. И как ни странно, больше никто не смог отличиться. Первая ничья в этом турнире. И идет игра до золотого мяча. Бапе пытается вырвать победу. Какой хороший удар. На вратарь тащит. Еще тащит. Голкипер с мячом пытается отдать на Сона. И опять. И опять ошибка в передаче. Киллиан выходит в 1-4. А лучший бомбардир на данный момент это Эрлинг Холланд с 7-ю мячами. Итак, первая пара четверть финала. Это Садио Мане против Венисиуса. Венисиус бьет через себя. Перекладина спасает Мане. Первый опять на мяче. Венисиус накрутил Мане. И 1-0. Вторая половина встречи. Опять Венисиус в атаке. И опять тут голкипер чудит в падении головой. 2-0. Мане ударом в ближний угол сокращает дистанцию. И под конец встречи Мане уходит в атаку. Обыгрывает Венисиуса в ближний угол. Сравнивает счет. Опять у нас золотой гол. Винни отрывается от Мане в ближний угол. Выходит в полуфинал. Следующая пара это у нас Эрлинг Холланд против Харри Кейна. Два игрока из английской премьер лиги. Первый удар за Холландом. Но увы не забил. И первый будет на добивание. Опять не забил. А вот здесь уже легонечко. Но смог пробить голкипера. Харри Кейн быстренько сравнивает счет. 1-1. Холланд очень опасен. Удар в ближний угол. 2-1. Но Харри Кейна это не пугает. Сравнивает счет. А вот уже Харри Кейн выходит вперед. Напряженная борьба. Холланд сравнивает. 3-3. 7 секунд до конца. Кейн от перекладины выходит вперед. Холланд фирменный удар с центра. Вратарь тащит. Первый будет на мяче. Сразу будет добивать. Да. Харри Кейна попадает. И сравнивает счет. 10 секунд до конца. Шведой Кейн выходит вперед. И как обычно на последних секундах оформляет себе победу. 5-4. Харри Кейн проходит Эрлинга Холланда. Следующая наша пара это Иммобиле. Который хорошо показал себя в первой стадии. И Криштиану Роналду. Криштиану сразу же обыгрывает Иммобиле 1-0. Ближается с голкипером 2-0. Опять по дуге обходит Иммобиле и 3-0. Заканчивается первая половина встречи. Роналду уверенно лидирует. Иммобиле наконец-то активизировался и забил свой первый мяч. А Роналду на расслабоне еще раз забивает. Опять Криштиану сближается и это уже 5-1. Что-то Иммобиле подустал. Шестой мяч от Роналду. Ближний угол. Да, Иммобиле провалил встречу. 7 уже забил Рон. И всего лишь второй забил Иммобиле. 7-2 разгром. Далее у нас встречаются опять два одноклубника. Это Киллиан Баппе против Неймара. Неймар первый открывает счет в этой встрече 1-0. Но Киллиан достаточно быстро сравнивает. Баппе не может удержать Неймара 2-1. Ну и взаимно Неймар не может удержать Киллиана. 2-2. Неймар плетется где-то сзади. И Иммобпе выходит вперед. Начало второй половины. Иммобпе обыгрывает Неймара. И уже в два мяча у него преимущество. Неймар дальний удар сокращает до 4-3. А вот уже возможность сравнять. И он это делает. Иммобпе идет в атаку. Обыгрывает Нейя. И попадает в перекладину. Не повезло. Зато Неймар Джуниор куражится такими легенькими ударами. Напряженная борьба. Опять Иммобпе обыгрывает и сравнивает счет. А за 14 секунд голкипер опять запорол всю игру. И Неймар выходит вперед. И тем самым побеждает. Закончилась стадия 1-4 финала. Определились все полуфиналисты. А пока что строчку лучшего бомбардира делят между собой Криштиану Роналду и Эрлинг Холланд. Они забили по 11 мячей. И первый полуфинал это Венисиус Джуниор против Харри Кейна. Харри Кейн сразу повел в счете. Очередная атака Харри Кейна. Перекладина. И тут Венисиус что-то мутит с голкипером. И привозит себе мяч второй. Винни обходит Кейна на скорости. Возможность забить. Оооо. Слабенький удар почему-то сделал Венисиус. И добивание. Но все же забил. Харри Кейн легко дальний удар. Венисиус шведой сокращает преимущество Харри Кейна. А тут быстренько его восстанавливает ударом в девятку. Как же быстро барни забивает мячи. Уже 4-3 счет. Харри Кейн 5-3. Эх, осталось 4 секунды и это гол от Венисиуса, но он его не спасет. 5-4. Харри Кейн с минимальным преимуществом обыгрывает Винни. И это первый финалист. А второй полуфинал это Криштиану Роналду против Неймара. Сразу же в начале встречи Рон забивает мяч. В ближний угол с острого угла. Теперь уже на другом фланге 2-0. Неймар сократил отставание до одного мяча. Роналду с мячом. Какой удар внешней стороной без шансов. Роналду в этом турнире очень хорош. Какие мячи забивает. Что голкипер делает в центре поля непонятно. Никому непонятно. Но Роналду отбирает мяч и забивает очередной гол. 8 секунд до конца. Отрыв слишком огромный, несмотря на этот мяч Неймара. Счет 5-2 и это только первая половина. Вторая тоже начинается с удара Роналду. Но тут дурдом какой-то начался. Португалец забивает еще один. Неймар идет на Рона. Обыгрывает его и в ближний угол забивает. Криштиану сближается. Удар в штангу. Добивание там уже голкипер отыгран. Неймар пытается хоть как-то отыгрываться. 7-4. 7-5. 8 секунд до конца. Это скорее всего последняя атака. И она за Роналду. И это восьмой мяч. Это новый рекорд. После завершившихся полуфиналов главным бомбардиром турнира становится Криштиану Роналду с 19 мячами. А нас ожидает игра за третье место и финал. Матч за бронзу. Венисио Джуниор против Неймара. Неймар обыгрывает Винни и забивает первый мяч. Что, голкипер опять решил повыделываться. И сейчас Венисиус на него побежит. Ну и естественно. Естественно он накосячил. И это 1-1. Венисиус по правому флангу. Мощнейший удар. Но в этот раз штанга не на его стороне. Хотя Неймар решил дальше не бежать. И Венисиус выходит вперед. Мяч на краю. Кто первый будет на нем? Опять Венисиус. Отскок от Неймара. И как же везет Винни. 3-1 после первой половины встречи. Эй, Венисиус, ты где? Тут Неймар совершенно один. И он сокращает отрыв. Как же Неймару легко удается проходить Винни. И он сравнивает счет. Венисиус теперь уже в атаке. Удар слабенький. Но вратарь переводит свои ворота. Очередной косяк от голкипера. И это уже в 2 мяча преимущество. Неймар ударом через себя пытается сократить счет. Но не выходит. Еще один удар от Неймара. Но опять голкипер спасает. Но он тут головой перепрыгивает всех. 5-4, Неймар почти сравнялся. 8 секунд до конца это возможность. Но нет, голкипер спасает. И тут Венисиус жестко отбирает мяч. Вот и обладатель бронзы. Венисиус Джуниор занимает третье место. Переходим к финалу. Здесь у нас Харикейн против Криштиану Роналду. Заключительная встреча турнира. И первый мяч в финале забивает Рон. Харикейн через несколько секунд быстренько сравнивает. Роналду сближается. Еще один гол. Харикейн также без проблем сравнивает. А вот уже и Кейн сближается с голкипером. И он выходит вперед. Впервые за этот матч. Но Роналду сравнивает. Харикейн внешней стороной. И все-таки он опять выходит вперед. Роналду от него не отстает. 4-4. Кейн дальним ударом в девятку вновь забивает. Кейна уже возможность выйти в два мяча. И он это делает. О, Роналду что-то вообще поплыл. В три мяча отрыв. Походу в финале уже все решено. Харикейн забивает восьмой мяч. И отрыв уже четыре. Да, так и заканчивается встреча. Харикейн обладатель Кубка Чемпионов. Неожиданный результат. Первое место Кейн. Второе Криштиану Роналду. И третье Венисиус Джуниор. Лучшим бомбардиром турнира стали Харикейн и Криштиану Роналду. Они забили по 23 мяча. Вот такой у нас получился мини-турнирчик. Что вы об этом думаете? Пишите в комментариях. Ну а на этом все. Скоро увидимся.